Наука издавне считалась двигателем прогресса во всём мире. И именно о ней мы говорим на нашем канале. С вами канал ArtScience, и я его постоянный автор Артём Сухов. И лично моя любовь к науке открылась мне где-то в восьмом классе, когда я узнал о турнире юных физиков. И уже через год я посетил свой первый сибирский турнир юных физиков. Подробнее о турнире вы можете почитать по ссылке в описании. Но в этом ролике я хочу рассказать вам о явлении, которое я совершенно случайно нашёл в интернете и уже отправил как претендента на задачу на будущие годы на турнир юных физиков. Для воспроизведения данного явления нам понадобилось собрать установку. Она состояла из сосуда с открытым концом, мембраны, которая закрывала этот открытый конец, разных шариков и направленного микрофона, который снимал звук падающих и ударяющихся шариков. А записывался звук с помощью восьрекордера с частотой дискретизации 44100 Гц. И всё это снималось на камеру с частотой до 120 кадров в секунду с расстояния около полуметра. Мы провели эксперимент с разными диаметрами шаров и везде слышали характерный звук. К сожалению, с диаметром менялась и масса, поэтому какие-либо зависимости построить невозможно. Обратимся к спектрограмме записанного нами звука. На ней мы чётко можем наблюдать момент удара. Это вертикальная полосочка, ведь в момент удара порождается весь спектр частот. Ну а после каждого такого удара прослеживается несколько выделенных частот, которые не затухают. При помощи спектроанализатора мы можем численно определить данные частоты. И что оказывается самым интересным, данные частоты совпадают для разных шаров для произвольных ударов. И при этом данный набор частот не является кратным. Но и это ещё не полная формулировка проблемы. Ибо также является очень интересным такой вопрос, а как долго мы сможем слышать данный звук? Иногда запущенные нами шарики слетают с закрытого мембраны сосуда. А иногда же остаются на мембране так долго, что под конец мы уже просто не видим подпрыгиваний шарика, а звук отчётливо слышим. Меня эта задача очень вдохновила, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам понравился подобный формат роликов, ведь он будет и дальше выходить на канале. Но не бойтесь, также я буду подходить к проблемам из теоретической точки зрения. А над этой предлагаю подумать вам. Если вам понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий, что же вас заинтересовало в данной задаче. И можете подписаться, если не хотите вдруг пропустить следующего ролика, который может выйти на данном канале. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok